...чтобы мы не экономически сделали, это уникально. Она не просто уникальна, они составлены все умели, их все знают. Тем более, как я преподаватель... Не снимайте, не надо. Мы же никуда-то ищем. Зачем снимать? Мы никогда не снимаем. Не про это, я не, это ничего, друзья. Смотрите, вот ценность ее в чем, что она сведена в глаголы в один глагол. Не надо идти, шелк. Это большая, огромная работа. И теперь подлежащая, она по подлежащим. Вот тут то ли олень, то ли олень. Тут не надо говорить, нет, слово олень. Все сведены. Это 100%. Вот поэтому я заинтересовался. Через компьютерную работу сделаю. Вот это программа. Это тут молодцы. Вот это буквально. Мы учимся от Датца Петра. Мы начнем. Мы не думали, что это подлежащие отдельно. Вот это преподаватель книг. А я знаю. Я сам преподаватель. Я обратно в университет, в школу от везде преподаю. Но это она мне дороже всех досталась, из всех книг. Вот это труд тут как бы... Очень, очень, очень. Вы понимаете? Вот эта вот книга, они меньше всего вас требуют. Он понимает, но не было Барнаусьской партии. Я там служил. Я чуть больше понимаю. Причем Барнаусь, я понимаю, как труд по составляющему. Что такое составлять симфония? Может, это вообще православный мир единственный? Вот каноническую книгу составляли 20 человек 5 лет. Умножить. 20 на 5 100 лет. Да, ее там ее составляли еще с 19 века и до сих пор под программой. Вот эти вот, которые симфония составлена, наша, она просто самая душа в мире. Настолько легко ей пользоваться. Заметьте, как каждое слово следующее, вот оно уже указано, какое будет. Это в Северне-Городской, все скопировано, какими буквами, все. Ну, благословение епископа, конечно. Вот я когда составлял ее самостоятельно, вручную, я еду, вот электричка. У меня тут лежит, тут, это бумаги, 240 листов. Я как на ветер, каждое слово мне надо было куда зависнуть. И все равно, были пропуски. А это уже через компьютер. Программисты работали над этим. Да, целая группа людей работала. Когда я окончил, мне казалось, 18 корректоров только было. Это на 2 дня. Тут, видите, 4 корректора, они выправят. Знаете, не вольлись. Ну, какие у нас планы сейчас? Планы сейчас зарядить и уйти. И мы уходим сразу по людям, пойдем провожать. Здесь соберем где-то. По-хруски? Как он называется у вас? Не знаю, спрашиваю. Как называется там? Вознесение. Вознесение. Храмы Вознесения мы можем собрать, вот какие люди будут. К 3 часам. Я читал книги. Чьей же это? Читал, что ли? В свое время читал, да. В Арнамуле читал. Это, вы видите, особенно в Арнамуле, кто и в славе, где... Вот Игорева Дубурова. Как вы пришли на прощенную прессию. Я правильно говорю? Вот так, вот так. Вот прощенное воскресенье. Вот так. Вот прощенное воскресенье. По команде все трястились и платят. Я не гнали нас, не материли. И не гнали, не материли. Там люди уже разбирались в России сейчас. Там они... Да, да. А вон один из них и Максим. А он вам едет и дадет. Я никого не... Нет, я не вы. Ваши стоят. И когда было и писты по Максиму, а у него фотографии, эти семинарицы, вот ваши волчаки. Это были нормальные ребята, вы их сделали в уголовник. Его за отвечать будете, Маски. Это нормальные ребята были. Зажаренную рыбу душу продали. Да неужели так было? Почему не сказали? А что он говорит? Ты же видишь, какие они растут. Он еще не священник, а он уже бандит. Конечно, мои слова не понравятся. Стоит человек подряд с их и вместе только что кланялись, а вместе прощенное воскресенье было. Вышли и наступают. Ты козел, ты борода, ты там морду, да, да священник рядом стоит. Да где так ведут себя? Да если бы он в камере, это было бы размазано по стенке за это. Вы снимаете его на камеру, я скажу правду. Давайте. Епископ Максим. Обращался к вам множество раз. Именно не разу. Не разу, по-моему, говорил. Я с ним общался. И он нам рассказывал. Не разу. Если я вы множество раз, я говорю, не разу подтвердите. Не знаю. Но я говорю, не разу. И предлагал вам войти еще тогда. Я говорю, не разу. Не разу. Еще до момента, когда было объединение. Вот смотрите. Когда еще не было... Не разу не обращался. Понимаете? Ни телефоном, ни в писемном виде. Вот на эту книгу, смотрите, Максима Алтайского благословения. Я у него был. Он встал, огнял меня. Пошел. Он встал. О-о-о! Вышел. Там прессор говорил про него. Он встал. Все дни дамы как-то слышали. Он упал. Он просто так перевалит. Вот. Он встал. Он встал. Он встал. Он встал. Он встал. У нас вгруппу входили Байтович, Фессун и этот, как его... отец Александр. Не кого-то там. Я сейчас даже не назову. Не Ковалев, а какой-то такой полный. Он хороший такой батюшка. И была рабочая группа создана. Ну а она прекратила свое существо. Батюшка пришла к себе какие-то там препятствия, неизвестные какие. А патриарх их тревожит. А почему? Везде все хорошо так. А им отвечают, епископ, епископ говорит, дел бы Максим себя по-другому, была бы другая, говорит, картина. А подряд тогда Максиму. У Максима, естественно, делал какие-то нервы. Я бы к вам на дороге полетел. Что так было? Мы думаем, что не летает, а сейчас зима. Ах, если подошло время, так было не с тобой. Одна сумма я не получал ни разу, не звонил и писал в книги. Там у меня было глухо отдых с ним. Я ему сказал, я калерию даже предоставлю, прошу прощения. Я в университете, я в разных университетах преподаю. Он что додумался? Посылаю Сергея Михайловича, своего секретаря, знающего. И тот приходит с бумагой. Приходит к Сергееву. Он не секретарь. Он преподаватель. Он был секретарем у Антония и был секретарем у этого. Ну я это хорошо знаю. Принес бумагу, чтобы мне отказали в аренде помещения. Какое оно имеет отношение? Выставить людей на улицу. А пришел ко мне паралектор Семкин и говорит, если им надо помещение, берите. А почему они так делают? Пиши, а я алтайский здесь не знаю. Я хочу привязать к себе занятию. 30 школах. По 5 отделов милиции. А ты поперед, чтобы выгляжешь. Покажи. Вот книгу. Вот она в ближайшее. А ты ее открыл. А в этой книге, вот, артус мой. Ну может за 10 км постараться. Я сказал, что это самый лучший от Атологии, это самый лучший. Я вот расскажу тот случай, для чего начнется сходку. Вы вышли из травы после чина прощения. Кстати, вы не поступали, мы-то все попросили, мы стояли отдельно, сами по себе, то есть вот так вот все стояли, по команде крестик, склонились, и все было. Было, было, все было, все, конечно, как положено, женщины платят, я тоже их приветствую, вышли, потом стали говорить, мы оплеванцы на нас, и вы безблагодатные, как вы могли принять с чем-то, если вас облевали? Допустим, меня крестили даже полным погружением, еще младенцем, купили. Вы стали принять нас облеванцы, полные, в другом смысле, что, дескать, те, которые просто сверху помочили и там побрызгали, эти, а те, которые полным погружением. В этом день прощения ничего не было, мы единственное, что раздавали, вот на эту тему начали, на форум, как войти. Может быть, Него Реву не начинают, в частной беседе с кем-то, в частной беседе. Нет, вы отдельно могли беседовать, это прям вот рядом. Может быть, но которые стояли люди, которые вот это и хамили, потому что безобразие, этого не было разговора. А вы, отец, считаете, что когда неполным погружением крещеный человек, он крещеный? Я вам скажу, что, конечно, этот вопрос упорный, во-первых, а во-вторых, в Священном Писании, если на то пошло, вот хорошо, не хуже меня знает, в Священном Писании, сказано, что крестили, и даже песков, и всеми остальными способами, если не было воды. А где вы нашли эту брехню собачьей? Я вам расскажу, да нигде нету этого. Отец, увози. Написано в Писании, где было много воды, это и есть. Особенно те, кто больные, к ним приходили апостолы, и не могли. А вообще же у здоровых песков не крест. Правило каноническое есть, 50-е правило, апостольское. Если не в три погружения, священник извержен, он уже никто. Просто рясом на них болтается. Суть в том, в кого крест. Конечно, конечно, но как крест это тоже. Если малая часть будет изменена, Никифор говорит, все прах. Ну ты вместо вина дай квасу. Ну будете люди? Нету. Ну, в священном писании есть. Нету писания в священном писании. Хорошо. Крестили и так, и так. Скажите. Конечно, крестили. В Аллахе, где был Писаний Писаний? Так, ну где вы сказали, что в основном, когда Филипп ехал в Писаний, в озеро, оба вошли в озеро. А в некоторых случаях? Ни в одного случая нет. Есть, есть. Читаете? Да откуда вас это? Ну нет, ну назовите, считайте. Я считаю этого, я сейчас не помню. Вот так нельзя, она в скидку. Кто не знает, надо просто открыть песком нашли бы. Песком, где? Надо открыть новый завет. А даже те, что... Вот новый завет. Вот, что безбожий автовник открывает. Да где вы нашли? Написано, от воды и духа, а не от песка. Что вы угородите ерунду-то? Некоторых случаев. Да никаких случаев не было, это только безбожий. Я вам скажу, это единственный случай, написан в Духовном Луге, 175-й странице. Шли монахи в пустыне, и с ними... Это... Не перебивайтесь, а слышите. Это единственный случай. Они шли, и с ними был еврей, который заболел и стал помирать. И они, не имея возможности крестить его песком во имя Отца, Сына, Святого Духа. Теперь, а он вызвал... Когда они пришли в Иерусалим, то епископ Петр, где они там были, и сказал, не выдумывайте, идите на Иерта, не крестите. То есть, в ничто обменяется, это единственный случай, а вы концовку-то и не знаете. Она вот здесь отписана. Духовный Луг, 175-я страница. Скажите мне, те, которые не были крещены, но, скажем, воины, которые... Кроме крещены, церковь признала. Они не могли... Не потому, что против были, а... Ну, не было же формы, не было же формы. А вам возможность есть? Я говорю, формы не было. Почему мы тогда признаем их крещение, что они крестить? Так вы-то не крестите, не умираете. Вам что мешает людей крестить? Нет, я говорю, тем не менее, вопрос не в том... Почему не крестите правильно? Вопрос. Вы затеяли этот разговор. Я спрашиваю, почему правильно не крестите? Я не затеял, я вам вспомнил тот случай, по которому начал... Почему правильно не крестить сегодня? Это не здесь вообще. Мало того, культуры священников... Вот давайте посмотрим. Старообрядцы ни разу, за 380 лет, ни одного мочения в не крестите, ни одного в старовское время. Ни баптисты, ни пятьдесятники, никто водой не мочит. Вы проходили... Вопрос в чем? Признаете вы это крещение? Не признаем. Абсолютно. Вот. Его нельзя признать, потому что слово крещение имеет перевод один. Погружение. Баптизантос. С грешницей. А вы признаете? Погружение. Больше ничего нет. Какое это крещение, когда его не было? Погружение. Не было погружения. Он стоял на капельном полу. Вот теперь, смотрите, по телевизору показывает, священник говорит, крещение, это есть такое танце, в котором ребенок, там, или взрослый, трежды погружается, а сам вот так держит ребенка, одевший, и вот так вот, трежды погружается, и вот так ладошкой, говорит, погружается, а ладошкой по голове, ну это вообще сумасшедшее. Ну ты же зачем говоришь? Говорит одновременно и делает не так. Зачем? Двумя или трюмер, то есть? Или двумя? Что? Двумя естествами. Или троицей. Ни то, ни другое, ни другое. Или двумя естествами. Ни два, ни три. Послушайте внимательно, я вам объясняю. Вы не знаете. Я знаю. Когда был... В Занейском богослове. Я поясняю. Реформа-то была правильная. Слушайте, один раз. Троицу? Троицы крестились. Троица, не логерна. Это два естества. Это, конечно, троица, это два естества. Но все-таки правильно, так креститься. Более правильно. Крестицы, как и так. А как объяснить это? Но когда богословская мысль дошла до того, что мы же троицы, в троицу крестимся, стали креститься тремя перестанет. Это более правильно. Как у вас понятие вообще? Да не надо креститься. Мы изображаем плотской крест. Плотской. И так нужно сказать. Да мы изображаем тот крест... Мы же троицы крестимся, а не двумя. Послушайте, один раз. Послушайте. Объяснение. Мы изображаем крест на себе, как Христос умирал на кресте. Крест какой? Духовный вещественный? Вещественный. И поэтому на кресте умирала не троица, не бога человечества. Это богохульная мысль, Златоуст говорит. Божество бесстрастно. Умирал человек. А человек это один перст. Вот почему первые христиане крестились так. Я крещусь так, как научен. Три перста, значит три. Но в этом заключен уже элемент ереси. А кто правильно? Правильно католики? Да ты католик. Я не католик. Они крестятся так, как ты, бог, сшедший с неба ради меня грешного, погибшей стороны, избавивший меня. Согласно пяти ран, которые ты принял как человек и перевел меня на правую сторону. У них объяснение правильное. У нас нет объяснения. Нету. Ни троица, ни бога человечества, старообрядцы два перста. Осипов послушайте. Осипов много хорошего здесь. А, вот и послушайте. Он как раз объясняет. Да. Что, что тремя правильно, а двои неправильно. И сколько крови из этого храма, ради чего? Ну, в этом встрече со старообрядцем, очень такой же хороший храм у них, вот как здесь. И старообрядец, он умрет за двои перстя и доказывал, что двои перстя правильные. То есть так же объясняет, как вы только со своей колокольной. Он абсолютно... Цирка же признала, что это равно спасительно. Хотя и он нас не признает. И мы говорим, а мы трои перстно тоже крестимся. Он говорит, нет, только двои перстно. А вы говорите, вы как... Я говорю, трои перстно, а я говорю, а я еще двои перстно. То есть вы меня уже не признаете за то, что я двои перстно кричусь. А старообрядец меня не признает за то, что я трои перстно кричусь. А нам безорваться. Я с Владимиром два перста, Сергий Радонский два перста, Феодосий два. А Серафим три. А те и другие святые. Так, спорят в общении, в общем, никакой роли не берут. Мы все правильно, да? Мы признаем тех и других. Да и по-другому, в московской патриархии, по-старообрядческий служит Кирилл Сахаров. А вы знаете этого Кирилла Сахарова? Это 200 метров от храма Христа Спасителя. У него все по-старообрядческий, все. Единоверцы? Нет, он московский патриарх. А они патриарши, они не единоверцы. Он строго московский патриарх. Патриарши. У него благословение от патриарха. Они все совершают, и двои перстно, и лестовки, и одеяния. Вся служба по-старообрядческий идет. Но два перста... А патриархи... Смотрите, какая моя позиция. Я не то, чтобы со всеми патрицами. Я прекрасно понимаю, что есть многие моменты очень правильной стороны. Когда же взять, допустим, вот исправили у нас Ермоз канона, мы поем, сейчас скажу, ярко посухой путешествовал в Израиле в нашем варианте. По-старообрядческий звучит по-другому. Ходил, по-моему, не мокрыми ногами. Как-то так звучит. Я сейчас не помню дословину. Я читал этот вариант. Вот тот вариант, он более понятен, да, для восприятия. Вот, он более понятен. Вот, видите, да. И в этом искать разделение метод смысл. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok